Песня. Отец А. Приветствуем и eresalı. Любимый Создатель, позволь и обними тить слова Твоего и научиться истинным путем Приводия знания. Сохрани наш разум от подвижения и от украина от истины. Тебя слава, отец Тебя слава, и consistency Holy B 종. Аминь. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Иван Гелератриан, 19 глава, 15-18 стихи. И сказал Пилат Иудеев, «Серд, царь ваш, но сии, и обречали, возьми, возьми, распни его! Пилат говорит им, царями вашего распнут, и священники отвечали, «Нет у нас царя, кроме кесаря!» Тогда, наконец, он предал его им на распятие. И взяли Иисуса и повели, неся крест. И неся крест свой, он вышел на место, называемое Ловное, по еврейски Голгофа. Там распяли его, и с ним двух других, по ту и другую сторону, а посреди Иисуса. Толкование. Много раз говорили, что Пилат более слаб и боязлив, чем злость. Вот и теперь смотри. Дело он предает в виде следования и суда, а во всем действует слабо. «Серд, говорит, царь ваш, ни Иисуса не осуждает, ни иудеев прямо не обмечает, но как бы прикровенно упрекает их в клевете. Вот, говорит, такого человека вы оговариваете в домогательстве царства над вами, человека бедного и не думающего искать этого. Обвинение ложное. Ибо что у него свойственно похитителю власти? Войн, богатство, благородство, всем царь ваш. Что польза, если вы убьете его человека, который не может причинить ни малейшего вреда? Так говорит Пилар. Но без настойчивости и твердости, без борьбы за истину. А они говорят, возьми, возьми, распни. Внуждают и требуют креста, потому что желают предать Христу дурную славу. Ибо такая смерть была самую позорную и проклятую, как сказано, проклят всякие висящие на дереве. Книга второзаконий, 21 глава, 23 стих. Они знали о них, что как древом было падение, так древом будет исправление. Примечает то, как они сами заявляют, что у них нет иного царя, кроме кесаря, и через то сами добровольно подчиняются власти римлян и отторгаются от царства Божия. Посему и Бог предал их римлянам, которых они сами называли царями, отрекшись от, с большой буквы, правышления и второе слово, с большой буквы, покровительства Божия. Тогда наконец он предал и моим, безумный, надлежало бы исследовать, мог ли он действительно присвоить себе царскую власть, а ты предаешь его, уступаешь под страху и заканчиваешь суд образом недостойному мужа. Неся крест свой, он вышел. Так как они прикосновения, как к крестному древу, считали делом бесчестным, то на него, с большой буквы, то есть на Христа, как уже осужденного и проклятого, им возлагают проклятое древо. Примечает то, что это совершается согласно светхозаветным прообразам. Как там Исаак, неся дрова, шел на заклане, так и здесь Господь идет, неся крест, и как бы воин какой несет оружие, коим не спровергает своего противника. Что Исаак служил образом Господа, это ясно. Исаак значит смерть или радость. Кто же иной заделался нашей радостью, как не тот, с большой буквы, кто через ангела в самом зачатии подал естеству человеческому радость. Ибо благовестие, которое услышала Дева, приняло свое естество человеческое. Отец Исаака Авраам значит отец многих народов, и есть образ Бога всех, который есть отец иудеев и язычников по благоволению и определению, которого сын его несет крест. Только в Ветхом Завете дело ограничивалось с произволением отца, так как то было преобразование. А здесь исполнилось на самом деле, потому что это была истина. Может быть и еще сходство. Как там Исаак был отпущен, а заклам Агнес, так и здесь. Божеское естество прибыло бесстрастно, а заклано человеческое естество, которое и называется Агнесом, как рождение заблудшей овцы Адама. Как же другой евангелист Марк в 15 главе 21 стихе говорит, что нести крест заставили Симона. Было и то, и другое. Вначале Господь пошел сам неся крест, так как этим древом все гнушались и не позволяли себе даже прикоснуться к нему. А когда вышли, встретили Симона, идущего с поля, и тогда древо это возложили на него. Место сие назвали лобное место, ибо хранилась молва, что тут погребена дам, дабы где было начало смерти, там же совершилось и упразднение ее. Ибо есть предание церковное, что по изгнанию человека из Рая первым жилищем его была Иудея, данное ему утешение после райского блаженства, как страна лучшая и обиднейшая всех прочих. Она-то первая приняла и мертвого человека. А после потопа Ной предал всем сказанное об этом. Посему и Господь принимает смерть там, где источник смерти, дабы иссушить он. Распинают с ним и двух других. Иудеи желали этим пустить дурную малупута, и он разбойник. Между тем не больно исполняют этим пророчеством, которое говорит, и к злодеям причтен был. Пророк Исаия 53 глава 12 стих. Примечай же премудрость Божию, как она обратила к славе Господа то, что они делали к бесчестию его. Ибо он на самом кресте спас разбойника, что не менее чудно и еще более доказывает божество его. Ибо прославился один только он, хотя вместе с ним распиты были и другие. И этого не сделалось бы, если бы он был виновен и нарушителем закона. но не был сам высшим законом и судьею беззаконным. Вам порядок? Все. Тогда не было на земле ни одного человека, который понимал бы это. солилось мнением мира. И он распяли, и они так говорят, вместе с ним уже три дня, как он убитый. в гражданинство положено. Никого не было. И основателей не готова нет. Апостолы разбежали, заперлись. А что это говорит? Это потому, что не надо свою ебанку подбивать. А вот как, что, что. Ты благове Бога за то, что есть. Нам другое все сокрыто. Мы не знаем. Люди кого-то избирают, голосуют, ходят голосовать. А ты его знаешь, верующий, неверующий. Идут голосовать верующим. Зачем? Он не будет делать то, что нужно. Он будет делать то, что ему там скажут. И назначены зарплаты на 380 тысяч рублей в месяц. Пенсия. Отключение. Это для учителя. Учителя тут так мало получают. А длиниство 3,5 миллиона в месяц. Ну, какая же правда-то? Не за что. Это понятно, что собрались с вами грабители народа. Разбойничья власть. Так ее называют. Ну, и сделать еще нельзя. Не воевать же, но за счет. Я желаю, чтобы избирали. Вот это вот решение. А потом начинают. Каяться. Я говорю, я вел занятия, когда в университете. А одна говорит, а вы за кого голосуете? Я не голосую. Как? Надо за Ерциной голосовать. Ну, мы говорили, что если перестройка не пойдет, я голову там или руку на рельсы положил. Не знаю. Потом я несколько лет ее не видел. Нас встретилось. Возьми было. Кого выбрали? Пьящушкой. Ну, перепьялись. Просто пьящушкой. Не знаю ничего. А теперь все. Хватились. Тогда никто этого не знал. Но избирать не надо. Римская власть. Нет. К царях, кроме Кесаря. Это такой крик. Потом сегодня они уже не соглашаются. Этого не было. 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 Крещение. То есть привыкли быть рабами иностранной власти. А что их давало? Ну, они давали отключение какое-то. Другие государства не могли напасть. А сильная власть держала его права. Вот поэтому. А разное мнение. Один я слишком робко говорю, другие слишком слабо. Это мы не знаем. Я всегда себя ставлю в то время, где бы я был. Вот его взяли. Еще время в голову спадать. Пользы никакой. Пророчества 53 главы Исайи. Остальные такие пророчества, что сегодня, я бы сказал, с натяжкой. Был бы портрет какой-нибудь сверить, что это именно оно. Ничего нету. Просто я должен верить. И Пилат говорит, что Пилату тоже выхода не было. Тот не друг Кесаря, а Кесарь его поставил. Он тоже боялся. А у Бога план. Быть распят. А если мы не распяли, мы бы получили спасение. А как все просто. Это да, так. Мы знаем план Божий. План. Но оно все выполнилось. А какая бы смиренно принять это. Даже Петр подозрелся. Петр подозрелся. Петр подозрелся. Петр подозрелся. Но Бог. Началась новая эпоха. Новая эра. Как было не просто. Гонения какие были. За что? Чтоб не верили в Христа. А сегодня власть коммунистическая, вчера еще открыта. Толковать-то мне сейчас все открыто. Где бы я оказался? Сегодня мы только во сне видим. Во сне гонят меня, хватают, убивают, отбирают. Проснулся, ничего нет. Библия об этом говорит, проснулся, человек и не верит, что ничего этого нет. Он благодарит Богу. Говорить о том, что я прочитал Библию, узнал все, не знаю. Многие места остаются неясными по сей день. Про свое дело, когда Христос воскрес? Во сколько часов? Но когда воскрес, тогда петь, Христос воскрес, никто не знает. Поэтому 24 часа священник будет запевать. Христос воскресе измертых. А может быть, он три ночи, два или четыре, может быть. Значит, нам спасение, а не влияет. Какие у вас вопросы? Ну, у меня и не по этому писанию вопрос, а про глупного сына, про плечи о глупном сыне. Почему отец не стал уговаривать сына остаться, а спокойно отдал его долю и отпустил его? Отдав ему наследие. Он сказал, что он мне уговаривал, не написано. Отдав наследству. Он пример видел. Отдав наследству, он отдав наследству. Он говорил не однократно даже. И батя говорит, что отец, а в ныне пошел. Нам предпочтить, он узнать, что он уговаривал, показывал, предупреждал. Деньги. Друзья найдутся, когда деньги есть. Души его расторожили. Так и получилось. Живя расколданно, начал покупать ночные бабочки и пошло. Принеслось. Поэтому, по жизням сегодня сказать, он предупреждал. Пророчества были. Если понимать каждую душу. Будешь от Бога удалять, у тебя постепенно горести большие. Чем более, вы от меня удаляетесь. Я покуплю вас, говорит Господь. Я устал миловать. Значит, уговаривает. Потом пророкик всем уговаривает, а потом начинает уже указать. Огонь с неба не сводит. Так и здесь. Я верю, что уговаривал. А как? Ну, это образно пророчество. Ну, тогда попутный вопрос. Его власти было не давать ему денег. Не дал бы и все, иди без денег. Однако же дал бы ему. Дал бы. Здесь на развезде был такой щедритель. Все подряд воровал. У матушки как насос, кажется, шла и все утащил. Милиции подали. Милиция пристрелила. Его не раз просидела. И отдал. Сколько стоит там? Отдал. Ну, как милиции ехал? Он пришел обратно. Порошенко забрал. Которым рассчитался. Твоя свяща, понимая, я тебе дам. Она одна боялась отходить. Как? Его уговаривать. Я его уговаривал. Говорил. Он мне один раз раз шесть сидел. Ну, чего видеть саду? Берем тащить. Овечек у батюшки выиграл. Тут лежала в складе мука. Все терялось. А он борной. Может, ему это не в радость. Не знаю. Поэтому добавить так сказанному. Картина разворачивается перед нами. Такой сюжет. А сегодня уходит. Уговаривать будут? Конечно, будет. Вот сейчас задумай какие-то поездки. Ишь, будешь всегда заговаривать? Ну, еще-то поедешь. Ну, еще-то. Чужие люди. Еще-то раз больше. Так и здесь. Мы всегда уговариваем. Ты любишь мир. Он тебя и погубит. Мир агрессивен. У него свои законы. Называется длинное надменение миров. Куриваю. 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 На скотике. Чаще. Да. Не надо еще от этого лососа. Просто. Вчера мы слушали проповедь Ткачева как раз об этой притче. И он говорит, что отец – это образ Бога, что Бог дает абсолютно все возможности, как он сказал, для того, чтобы человек, как бы, опустился прямо ниже некуда, да. Это вот он так трактовал. Свободная воля. Хочешь, греши, и попробуй нагрешить, даже наследство. Кому много обращено, тот много любит. То есть чуть-чуть погрешил, чуть-чуть покаялся, вроде не то. А когда вот он нагрешил, там уже все, последняя грань, тогда вот он приходит к Отцу. Вот он так вот. Вчера буквально Надежда Васильевна включала. – Ну, как? – Бог не нуждается в одну же грешную. Ну, грех как? Стоит ли нам грешить? Никак написано. То есть если грех порождает покаяние, то давайте тогда грешить, чтобы потом покаять. Нет, нет. Неправильно. В моем мнении. Там говорил, Качев говорил, что Господь говорит, хочешь ты грешить – иди греши, потому что говорится. На полную, как говорят, картошку до конца, чтобы ты наконец-то понял, что такой грех упасть до самого низа. Бог всегда предупреждает. Смерть не умерешь в первый раз, он всегда предупреждает. Потому что так трактовать, что раз Отец спокойно отпустил, то я своих детей отпущу, сейчас грешите, нагрешитесь, потом приедете, тогда знаете, что такое нахлебает. Надо наоборот… – А все-то нельзя всех сказать так. Да, большинству-то Бог предлагает. Потому что человек по воздуху под ногой Божьей свободен. И он говорит, что Бог, я предложил тебе благословения и прокляток. Да. Я предложил тебе рай и ад. И все на небо, все надо. Ты должен следовать ему – избери. Зачем умирать? Избери Божье. Дальше. Да. Евангелие от Иоанна, 19 глава, 19-го по 22-й стихи. Пилат же написал надпись и поставил на кресте. Написано было «Иисус Назарей, царь Иудейский». Эту надпись читали многие из Иудеев, потому что место, где был распятый Иисус, было недалеко от города и написано было по-еврейски, по-гречески и по-римски. Первосвященники же иудейские сказали Пилату «не пиши, царь Иудейский, но что он говорил, я царь Иудейский». Пилат отвечал «что я написал, то написал». Толкование. Пилат пишет титул на кресте, то есть вину, надпись, обвинение. В надписи обозначалось «чей крест». Итак, Пилат делает эту надпись с одной стороны для того, чтобы отомстить Иудеям за то, что они не послушались его и показать злобу их, по которой они восстали против своего собственного царя, а с другой для того, чтобы защитить славу Христа. «Они распяли его с разбойниками, желая обесчестить имя его». Пилат объявляет, что он был не разбойник, но царь их. И это объявляет не на одном, но на трех языках. Ибо, естественно, было предполагать, что по причине праздника с Иудеями пришло многое и язычников. Высший евангелист 12 главе 21 стихи упоминает о некоторых эллинах, пришедших видеть Иисуса. «Итак, чтобы все знали о неистовстве иудеев, Пилат возвестил о нем на всех языках. Иудеи завидовали Иисусу, и тогда как он был распят. Ибо что говорят? Напиши, что он сам говорил. «Ибо теперь надпись представляется общим мнением иудеев. А если будет прибавлено сам себя называл царем, тогда вина будет в его дерзости и гордости». Пилат не согласился, а остался при прежнем мнении. Посему и говорит, что я написал, то написал. Впрочем, здесь устрояется и нечто другое важное. «Так как три креста, зарытые в землю, будут лежать на одном и том же месте, то что бы ни осталось безызвестным, который из них крест Господа, устроилось так, что он один только имеет титла и надпись. И по этому признаку может быть узнан. Ибо кресты разбойников не имели надписи. Надпись, сделанная на трех языках, дает намек и на нечто высшее. Именно показывает, что Господь есть царь любомудрия, деятельного, естественного и богословского. Римские буквы служат образом деятельного любомудрия, ибо власть римлян самая мужественная и деятельная в деле военном. Греческие буквы образ любомудрия естественного, ибо греки занимались изучением природы. Еврейские – богословского, ибо евреям верено Богопознание. Итак, слава тому, кто через крест явил себя имеющим такое царство, кто и мир победил, и нашу деятельность укрепил, и подает познание природы, и через оно вводит во внутреннейшие завесы собственное знание и созерцание, то есть богословие. Ну, то надпище нужно просто задать. Сколько мы видели разных надписей, ни одна надпись не вызывала такие споры, как-то машины удобные, настойчивые на своем, в 2000 годах. Итак, Карзачев еще живой, и как будто никогда не был, а уже его там писали, Новоотборская валия писала там, Немцов, Борисов. Все как будто кто сприхнул. Здесь сказали, перетещатывали, переводятся на разные нынки. Я спрашиваю, почему не от этой фиги до вас не сохранилось? Да вот это, христиане, они сожгли. У христиан все ожидают, отбирали, убивали. Однако в Александрийской библиотизме тысячи свитков разных. То, что они не пловны, они будут добавлять. Тут еще не надо, надо исполнить. Ничего не стал добавлять к этому. Я в этой толпе. Я не на стороне Иисуса. Потому что он против закона пошел. Как и просто все было. У апостола раз, ямничий бежал. Все рассыпались, все боятся. Ах, какие они плохие. Вот сегодня на месяц поехали, только половина пришла. Ничего нет. Один час. На два часа может быть. А это жизнь меняет все. Рыбаку, все эти дороги. Мне при ней жалко отдавать кого-то. А там надо отдать. И больше никогда его не будет. Я сделаю вам сами человеку. Как говорят, вилами по воде. И сделаю вам сами. Это одного уговорит соседа. Он предатель. Он поджигатель. Он разрушитель. Вы не знаете. Меня будут гнать вас. Меня слушали, вас будут слушать. Большие люди. И будут слушать большие люди. Цари будут обращаться. Это все как сказочный сон. Они поступали. И еще этого не было. Доколь, Господи, не вестишь. Доколь в нашу. И они так кричат. А они во-первых, это уже две тысячи лет пожертвовали. Девять-шесть. Откровение. Или-или. Вот это решительное или-или. Нам легко сделать. Потому что все судьбер делось. Христианство. Государство. Я голосую. Соглашаюсь. А тогда ничего не известно. Ни одного христианского учительа. Ни в школе. Ни где, ни в школе. За то, что ты приверженец этой новой веры. Тебя казнят. Просто казнят. Мучительно. Ну. Стрельбу, мудр. Доверил его. И тягнул. Шире, избыщащей кожи. Как сапог. А потом на огне. Оно стягивало ногу-то. И весь жир. Все в кости. Огонь. Какое мучение. Это ужасно. Эквизийцы. Это христиане мучили друг друга. Нам хорошо. Мы знаем Христа воскресшего. У нас литургия. Сегодня будет богослужение. Если все благослужение мы поднимали. И пропали. Это не так бы было нужно. Хеофан за словами говорит. Все еще. И все еще. У вас какие-то вопросы можете есть? На вопросы набегайте. Сейчас о повествовании нам известно. Вопросы жизненные какие-то. На многое, что ныне видим в храме. Попрошайкова, выщих у оградки. Далко лято батюшки. Мы допустили в сильные беспорядки. Христос сказал рожденным иудеям. Я не сужу. Смотрите. А это нам так было. А это нам так было, что он не сужит. Судить вот будет слышенное слово. Но по неволе будешь ирекать, смотреть, искать и угадать за дверью. Знать за дверью. Это писатель, сейчас я не знаю, кто Распутин, Валентин, написал одного мужика. Он на поле убирал и заметил два колоска. На одном сибирке два колоска. Он жене сказал. Они тогда взяли, посадили отдельно. Ну, больше получилось. Но и все. Он там узнает по книжкам, как беречь. Однажды он на поле был и гроза пришла. И он знал, что дождь поколотит. Он бежал, закрывал прям собой. Сколько лет они потратили. Он старался. Ну и к этому делу там председатель колхоза. Он тоже помогал. И ему тоже надо подписать. Агроном. Агроном такой. И не помогал. Он знал. Он хотел его тоже записать. Ну, коллектив наш. Вырастили. Новые семена. И все. И он пренебрег этим агрономом. И однажды он пришел, куда занимаются там библиотериты. Вот-вот они даже открыть на партийном собрании, выведи новый сорт пшеница. А тут, видимо, агроном-то подложил его. Он считает, где эти какие-то сидели. И он сознание потерял. Ну как? Грохнулся мужик. Что такое? А там написано про этот сорт. К ним зернышко попало. А его уже целый паря засевают. Уже давно известно. Он изобретал велосипед. Который есть. Он столько положил сил. Он не досыпал. Он берег. Надо знать. Его подняли, когда в чем дело. Он сказать не может. Все. Решился сил. Ну. Где же он? Пшеницу в колхозы выращивать такой. Да я бы молодая пшеничника. И вот в духовном плане так же. Начинают обсуждать. А ты больше не знаешь, что все это было. Нет, сегодня кто-то создал канал. Тоже во свете Гиблии называется. Как будто бы мой, а это не мой канал. Совсем даже нет. И вот приезжал в шахты. Какой-то журналист. И теперь там разбирают. А там столько гадостей, пакостей. И никто не возражает. Ну надо смотреть же. Он не знает человек еще. Ну выше ты его. Его имя. Это. Я сегодня наткнулся на это дело. Скопировал. И сейчас привожу в достаток кое-что выбрасывается. И не знают ничего люди, которые крепятся. А вот отец Владимир. Он сказал. А другой говорит. Да он сисюкается с вами. Вам правду сказать. Вы опрокинетесь. Какие вы верующие? Вы же еще не знаете. Живете как-то. А еще надо говорить. Женщина в грюках нельзя. Он говорит. Почему нельзя будет? В трусах будем ходить? Вопрос дальше. А почему вообще без трусов нельзя ходить? Я в раю. Несколько показано. Там и береги, и береги. Особые деньги. Все голые. Совершенно голые. Ниточный метр. В школе в Германии. Десятый класс. Здоровые девчонки. Парни. Учитель. Все голые. И канат перетягивает. Чтобы тянули. Упали. И все это делает. И я указал, что делается. А мне выговор такой. Пришел. Поместил мне ссылку. Сделал. И кое-что снял оттуда. Я говорю. Я против был. Никто не слышал. И мне как-то упреждение вынесли. На три месяца действовали. И кончил. Второго не было. Могли закрыть канал. И когда смотришь. Везде лицемерие. Ложь. Незнание. Ничего не делают люди. Я вижу. Он нападает. Который. И Писание. Каноны придумал. В 21 веке. И Христей. Главное. Любовь. Любовь. Главное. Сердце. Сердце главное. Ну а откуда все полностью отойдут из сердца? Вот ему борода нужна. Зачем она борода нужна? Это не грехи и вещи. А другой говорит. Бог створил. Вопрос отпадает. Бог створил. А вон ангелы безборные. Они духовные существа. У них роды нет. Они не стареют. Они стопорены какими-то такими. Вот если. Вчера такой и сегодня. Возвращая человек вот. Посмотри апостолов, пророкия. Между собой говорят то, что я сказал. А он сидит на газанах вот так вот. Судит когда приехал здесь. Ты же был. Из-за этого. Из-за этого сцепились. Ну а эта журналистка такая мода и прочее. Да не журналистка. Это человек, которого еще не знают. Он, на этом, прядец. Это его деньги. Он со всеми югами начинает. И проходит время и все становятся на своем месте. Тот, кто нападал, еще нигде он ей говорил. И вот здесь так же. Говорили даром с меня. А потом прости. Не знаю, что я делаю. Прости. Прости. Прощаю. И вы, не зная того, распяя руками незаконников. Об этом как раз и сказал Петр. 2.38 няня апостола. Что вы делали, Боже, братья? Покатись. Это по неведению вы сделали или по злому обыску. Конечно. Мы ждали мессию, родителей и деды. И ждали. Так он пришел. Потом мы ее распяли и узнали. Пришел к своим, своим дебе няням. Конечно, какая котовасия ее идет. Вертия говорит, а где бы я был? Я не хочу лукавить. Я был бы против. Потому что нарушили воли правила. Почему? Что-то бы настораживало. А так, когда я был в Новом Завете, меня все заливало божественность. Когда книга попала, я все понял. Сразу Бог открыл. А где-то первое? Ну, как это улы было. Определить себе, на какой я стороне. Да, да, или нет, нет. И вот, которые люди, бывает, судят. Ничего не знают. Совершенно. Даже вот, наверное, его ловят. Они ловят эту менычь. Там погибают. Никогда не будут. Надо скорее позвонить. Там Росохота, чтобы нас арестовали. Говорят. Говорят, да мы сами пруд сделали. Сами. Там не было ничего. Сухое место. Замок. Ну, ничего не делать, ничего нет. Так и в этом плане. Что судить-то? Рассуждение никакого нет. В любви. Поэтому такое же промыслое при чтении. Я прочитал. А как вы разумеете? Ну, показывай мне написанное. Ты дай смысл написанного, Ян Катарус. Смысл. А до смысла дойти здесь жизнь для Савелья. Я избираю Иисуса. Для меня жизнь Христос. Вся жизнь по Христе. А до сегодня. 2000 лет спустя. Когда уже и церковь, и книги написаны. А тогда ничего этого не было. Совершенно ничего не было. Вдруг из Назарета приходит, рисует Христос с длинными волосами. А еще мы решили, что я длинный волос. Все иконы. Но я вопрос задал. На каком основании? У апостола, Павла, у Петра. У всех короткие волосы на иконах. Я показывал в прошлый раз, иконы приносили. И золоторусов. Короткая стрижка. С чего мы решили? А сегодня хиреем волосы там. Блин, да. Как старое обрядство. Надо только двумя перстами. Только двумя. Я двумя. Но это старое, а это новое. Первый один персток висели. С чего вы дальше не разговариваете? Почему вы берете 9-й век, 10-й? Давайте на 1-й век опустимся. Соглашаются. Мне дальше открывают в янеком, Федор Ефимович, старо-брячевский историк. И он говорит, стереть с одним пальцем. Каким не указано. Я нахожу, что это правая рукава была и указать с одним пальцем. И батя говорит, мы самые правильные, потому что мы с апостольских временов, что-то узнай сначала. Я никогда так не молился про Италию. Ну так принято, так Серафим молился. Пусть молятся. Я отец во приученную перстовую. Так и держу. Но и это неверно. Надо везде рассуждать. И тогда Христос пришел. Вот сегодня пришел Сергей Торов, милиционером был. И сказал, я Христос. И люди продают имение свое. В Академгородке ученые, профессора, в Новосибирске. И едут в Красноярск к этому милиционеру. Совершенно неграмотный милиционер. И у него там такие построенные поселения, не одно. И вот Христос. Это Христос пришел. И он волосы длинные с бородой, такой вид благообразный. Но люди-то, которые его за Бога считают, я смотрю, больным нельзя назвать. Ну какой же он Христос? Он милиционер. И Бог допускает. Так это не один, не два. 21 тысяча разных наименований сели. Это вот так вот. Каноны. Это нас как-то удерживают еще раз. И это хвалит такой. Как это все непросто? И как осудить охочется? Не судите. По себе судите. Я сегодня это насчитался, рассмотрелся, который там шаг нападает. А другие там пишут, как будто бы с нами все время жил человек. Я другое считал. Душа спасения просто. И та, что я пришел, отстоял. Сейчас помните на богослужение. А что из того, что мы стоим, поймем? Что? Перескажи. Как я? Тем более я не слышу, я только благодарю и благодарю Бога стоим. Благодарю. А дети? Ребенок вообще еще не понимают. И тут надо научиться понимать, что православие – это слово свое. Слава. Право славить. Неправо проповедовать. Вера отслышает. А вы все верующие. Но она меня отслышает. А ты же не отслышает, но от родителей. Но не сходится уже все это. И надо как-то совместить и остаться в вере. А вы уверены, что до конца выйти православным? Я-то думаю, да, но как Бог посмотрит. Я его прогреваю. Завтра все вероятели. Пошел, когда кого родились. Я считаю, что все это на сегодня. Уставшим поблагодарим Бога. У нас все получилось. И мы побыли, отдохнули. И Слово Божие. И везали. ПЕСНЯ Без славы, без славы, без славы, без славы, я сиротки, без искренния Бога, слава ручную, суща любом народе, судье и чеша моей. Благодаря, Господи. Господи, мы берем тебя за эти занятия, за то, что ты даешь нам. Собираться все вместе и изучать Слово Твоего. Моги, Господи, жить по Слову Твоего. Остаться верным тебе. Аминь. Аминь.